Всем привет, с вами Алекс и сайт rempc.b В этом видео хотелось бы показать, как можно еще ускорить систему Даже можно сказать, что хотелось бы начать делать серию видео По тому, как ускорить операционную систему Windows Ну для того, чтобы игры лучше работали, ну и вообще она лучше работала Что ее нагружает и что занимает лишние ресурсы В этом видео я хотел бы показать, какие можно отключить службы в Windows Для того, чтобы освободить значительные ресурсы Процессоры, оперативные памяти Ну и вообще, в общем, ускорить Что такое службы? Службы Windows Значит, смотрите, здесь вот есть такие вот списки Пока у меня их здесь вот 53 штуки службы Службы это такие встроенные мини-программки Которые время от времени помогают запускаться другим программкам Ну или делают, выполняют различные функции К примеру, смотрите Там брендмауэр Windows, диспетчер очереди в печати То есть это служба, которая помогает там на принтер выводить документы и печатать То есть таких служб Windows около 200 Прикиньте, около 200 мини-программок, которые постоянно нагружают процессор и занимают оперативную память И больше, ну, очень много, наверное, даже четверть служб можно отключить вообще Потому что, смотрите, если у вас, к примеру, нету принтера, вы им не пользуетесь, зачем вам диспетчер печати? То есть получается, ну, смысл, что эта служба постоянно, программка включена и ждет, когда кто-то начнет печатать что-то Или тот же факс, или там мобильный интернет и так далее и тому подобное То есть много чего Сейчас это разберем Где находятся вообще эти службы и как их отключать? Список, вот он Все легко расписано Почему нужно отключать? Самые такие явные, которые, на мой взгляд, вообще не нужны Я подчеркнул даже Ну, Брандмауэр, конечно, это немножко спорный вопрос Потому что это такой сетевой экран, Windows И если у вас хороший антивирус, то обязательно его тоже нужно отключать Потому что толку от него нету никакого Но я на самом деле его не отключил Все потому что у меня бесплатный антивирус И смотрите, если я захожу в... Так Секунду Компоненты А, нет, подождите А, ну все правильно Смотрите, если я захожу в инструменты Смотрите, видите, Брандмауэр Он меня, к сожалению, в бесплатной версии не включен Соответственно, ну да, я пока не выключал Брандмауэр Пускай на всякий случай Если у вас лицензионный антивирус То можете отключать эту службу Потому что у вас этот Брандмауэр будет в антивирусе И так далее и тому подобное Где отключать эти службы? Все просто Пуск, панель управления Система и безопасность Администрирование Если у вас здесь по-другому будет расположение Так А, нет, здесь у вас так и будет Администрирование И здесь заходите в службы Так, вот перешли в службы Вот все эти службы Их здесь достаточно-таки много То есть вот все они Все эти службы Потому запущенные они работают или нет Можно судить вот в типе запуска Если стоит автоматически Значит служба работает Если стоит вручную Значит она в таком ожидающем состоянии То есть когда она потребуется Она включается Ну или отключено Как допустим вот здесь Отключена Ну понятно, что все службы Нельзя отключать Потому что часть из них отвечает За интернет Там За какие-то определения устройств Важное За звук и так далее и тому подобное Поэтому Важно знать Какие службы отключать Но они реально ускоряют Особождают оперативную память И ускоряют процессор То есть это очень круто И вот я здесь все Все в общем-то Расписал каждую службу Опять же Я их возможно буду еще пополнять Дополнять Потому что буду изучать их больше Но пока смотрите Вот к примеру Биометрическая служба Windows Ну казалось бы Ну зачем она Нужна лишь при использовании Биометрических устройств То есть у вас на компьютере Есть какие-то Сканеры отпечатка пальца Там Ну возможно Эта служба нужна В ноутбуках В которых есть там Сканер отпечатка пальца Или еще что-то Да Но если у вас ПК И такого нету То зачем она вам То есть она Это постоянно Программка висит И жрет ресурсы Так Или к примеру еще Ну не забывайте конечно Что ссылка на эту статью Будет в описании Просто перейдете Я кстати в этой статье Буду добавлять Всевозможное ускорение Windows То есть вот сейчас Начинаю И это вот первое И очень важно И самое простое На самом деле Просто переходите В этот список служб Как я уже вам показал И берете Если у меня здесь написано Отключить Два раза кнопкой нажимаете К примеру И здесь тип запуска Ставите отключена Применить Окей Все Отключили Все службы прошли И норм Вы значительно ускорите систему И для игр И вообще для работы Так Ну что Что интересно Службы нужно Как бы тоже Отключать И потом Смотреть Как работает система Так Значит Смотрите Я в общем Подключал службы Всевозможные То есть это вот 53 службы Которые здесь Или отключил Или поставлены Вручную То есть они Фактически Отключены Но могут запуститься Если программы На то потребуют Так Ну что Тогда давайте Знаете Что я сейчас хотел сделать Проверить стабильность Системы То есть я запущу Игру Не требующую Там каких-то Онлайн сервисов И требующую Чтобы я точно знал Что это Отключение служб Не повлияло Ни на игры Запуск Ни на интернет И сетевые функции Секунду Ну давайте Я по-быстрому Запущу Там что-нибудь К примеру К примеру Ну давайте Вард Тандер Потому что Это требует и подключения интернету И сети функции Все возможное Так 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 Секунду Так Ну вот в итоге Я запустил Вард Тандер И почему бы Не попробовать Чуть-чуть полетать То есть на самом деле Здесь запуская игру Я вижу Что у меня Ну все драйвера Все подключено Интернет Ничего не сбито Определение IP Там распределение И так далее То есть этого Я ничего не задел Все работает И сами игры запускаются И сетевые функции Да Все нормально Все работает Все круто Поэтому Те службы Которые я вам Показал В этой статье Вы можете Свободно Отключать И все будет круто Так В общем Не забывайте Что ссылка На эту статью В которой указаны Службы Которые в Windows Можно отключить Будет в описании Сразу первой стоять То есть заходите Все расписано Записано Если у вас возник Какие-то вопросы То можете задавать Их в комментах А так Не забывайте Смотреть На ссылки В описании Можете Вступать В группу ВК Там Можете Предлагать Игры На тест Рекомендовать Что-то Советовать Ну а на этом Наверное Пока все Я Так сказать Начал Этим видео Настройку Windows Теперь буду Постоянно Настраивать Windows Для ускорения Игр Ну на этом Пока все С вами был Алекс И сайт mpc.byte Спасибо за просмотр